У меня довольно интересная тема сегодня. Немногие знают, я играл уже в нескольких группах. У меня сам продолжительный опыт был с последним моим проектом. И на самом деле я хочу поделиться своими какими-то наблюдениями и тем, что я вынес из этого опыта, потому что я думаю, что это не только весело и прикольно, и там наркотики, рок-н-ролл и так далее, но это реальный жизненный опыт, который мне помогает во многих ситуациях просто. Окей, немного статистики, не знаю, как это сказать. Больше трех лет вместе мы отыграли более 100 концертов, прокатали более 15 тысяч километров туров. Я даже не знаю. Количество фонатов? Количество подписчиков ВКонтакте около трех тысяч и так далее. Окей. Ну то есть из андеграунда это довольно популярная группа, скажем так. Было весело, но на данный момент этот проект для нас закончен. Скажем так. Окей. Но рассказывать я буду, скажем так, не о том, как нам было весело, как мы катались в турах по СНГ и не только, какие проблемы встречались, много где, включая на границах, когда не было вписок и так далее. Я буду рассказывать о том, что такое командная игра, что я из этого вынес. Потому что на самом деле музыка это 50% успеха, на самом деле. Остальное это гораздо больше. Первое правило, не знаю, первый новый опыт это то, что на самом деле нету не моей работы. Если ты видишь, что ты можешь делать что-то сам, если ты видишь, что для тебя это просто и ты способен это сделать, то сделай это сам. Это понятно как два пальца, я думаю. Второе. Креативность это все-таки процесс. Нет людей, которые обладают или не обладают креативным мышлением. Есть люди, которые просто могут проявить себя в каких-то ситуациях. Я думаю, что в принципе это тоже понятно. Вдохновения тоже нету. Это тоже процесс. Когда ты начинаешь что-то делать, у тебя начинает что-то получается. Ты начинаешь что-то анализировать, начинаешь находить пути, как идти дальше, либо как изменить что-то, и ты это делаешь. Соответственно, это я вынесу с того, как писались наши песни. Когда мы пытались это делать дома, а там гитарист пытался делать это один, ничего не получалось. Все получалось, когда каждый вносил что-то свое. Маленькие итерации реально работают. Пример. Мы записали сначала две эпишки в один и тот же год, это был 2010 год. Мы их издали на довольно классном лейбле в России. Они успешно разошлись, мы откатали несколько туров, потом засели за запись альбома. В итоге мы развалились. Каждый человек гений. Каждый человек может принести что-то ценное в команду. Не важно, не знаю, насколько он опытен, не важно, насколько он умелец в какой-то сфере, скиллован, не знаю, как это сказать, это будет более понятно. Но на самом деле, это тоже о том же процессе написания песен. Даже я, который, в принципе, довольно скверно играет на гитаре или на других инструментах, я привносил где-то большую часть идей, как должна быть структурирована песня и так далее. Иногда нужно чем-то жертвовать. Чтобы что-то получить, иногда нужно чем-то жертвовать. Зачастую, скажем так, нужно чем-то жертвовать. Мы расстались с первым нашим барабанщиком, это было сложно, но мы не видели с ним, как работать, как идти дальше. И, в принципе, то же самое можно говорить о членах команды. Это нормально, это жизнь и нужно быть взрослыми. Интересный пункт. Все должно быть горячим. Я имел в виду, что должен быть какой-то интерес и у тебя, и у публики и так далее. Если ты делаешь концерты, если, не знаю, ты делаешь что-то, то, соответственно, ты на виду, то, соответственно, к тебе есть интерес. То же самое с твоей точки зрения. Если к тебе есть интерес, у тебя есть интерес продолжать что-то делать. Поэтому тоже все, в принципе, понятно. Нужно слушать себя. Я имел в виду, нужно слушать себя со стороны, но я не дописал, наверное. Видимо, да. Очень важно слышать себя со стороны и анализировать свои ошибки. Это к тому, что каждый раз, когда мы находили видео с наших концертов, мы садились вместе, обсуждали, что не так. Потому что, на самом деле, большая работа не только как-то качественно, классно сыграть, но и как ты ведешь себя, что говоришь, что, не знаю, банально каждый косой взгляд может иметь значение. Я заметил для себя одну интересную вещь. Даже в последнем перелете большую часть проекта я написал в полетах. То есть, вне зоны своего комфорта. То же самое и здесь. Все практически тексты были написаны в переездах, в поездах, не знаю, на бумажке, на коленке и так далее. Это реально работает. Попробуйте. И последний ответ, скорее совет. Если это не весело, то бегите от этого. Вот, в принципе, и все.